У нас в гостях через несколько секунд актёр, режиссёр, музыкант, создатель пластического театра «Дерево», исполнитель роли Мефистофеля в картине Александра Сокурова «Фауст» и Мейрхольда в фильме «В Маяковский». Кто это, спросите вы у меня, а я вам сейчас отвечу. Антон Досинский в нашей студии. Антон, добрый вечер. Добрый вечер. Да-да-да, добрый вечер. 23 с копейками на часах сейчас, и мы рады вас. 17 часов. Да-да, мы рады вас приветствовать в студии программы «Не спящие». Вы с премьерами в Петербурге, премьеры вашего спектакля ждут нас на следующей неделе. И, конечно, я не могу вас об этом не спросить, потому что мы недавно рассуждали с коллегами, что некоторое время назад вы довольно редко приезжали, а теперь каждый год театр «Дерево» представляет свои премьеры на петербургской сцене. И, конечно, в этот раз вы, по-моему, взялись за невыполнимую задачу, потому что вы собираетесь в спектакле «Среди меня». Среди меня, да. Вы собираетесь быть и на сцене, и на экране. То есть это премьера и художественного фильма. В четырех видах я там говорю. В четырех видах. Вот там я уже смотрю ужас какой-то. Значит, снят фильм, он называется «Середина белого». А сейчас я все запутаю полностью. В этом фильме я играю главную, единственную роль. Это фильм про черную куклу, про мрачную куклу Каспер. Каспер Оль. И этот фильм сам по себе, он как бы готов. Это консервы. Он уже не изменится. И просто как кино он меня перестал интересовать. И режиссер фильма Паша Семченко, и я с автором. Мы решили, что надо как-то его оживить. И прошел год, и я хочу, чтобы в этом фильме появился я живой. То есть мы будем врезать в этот фильм меня сегодняшнего на сцене с помощью некоторой технологии. Прямо в мертвую картинку фильма, в готовую. Это будет такой двухметровый Микки Маус у меня на сцене. С камерой в глазу. Так. Который будет снимать не меня, а части моего тела. Какие-то странные объекты. Я буду еще параллельно танцевать и выступать. Параллельно с фильмом. Потому что моя задача актерская, творческая. Я бы хочу избавиться от этой куклы. Мне достала эта кукла. Вот эти сумасшедшие мои постаси. Какие-то сумасшедшие танцы. Сколько можно было за 30 лет уже это сделано на сцене. Я хочу освободиться. То есть это будет какая-то у меня форма изгоняния беса, что ли. Потому что на экране будет конкретно бес. Это то, что было в фильме. Да. Вот я хочу, чтобы на сцене появился другой человек. Антон, который больше уже к этому отношения в принципе не имеет. Я не хочу больше это делать. У меня какие-то сейчас новые позиции творческие. Вот такая будет история. То есть вы не хотите в кино больше сниматься? Или вы не хотите больше делать то, что делал Антон Досинский 30 лет? Скорее я не хочу больше делать вещи, которые пугают людей. Которые людей расстраивают. Которые людей заставляют ломать психику. Я изменился. И время сейчас вокруг какое-то левое. И мне эти вещи не нравятся. И соцам сейчас не нравятся. Поэтому привносить в дурдом еще и свой дурдом, я считаю, не нужно в этот момент. Возможно, это просто какая-то пауза. Я не собираюсь там танцевать, тащить уань, заниматься с игуном на сцене. Либо впадать в медитацию абсолютно позитивно. Нет, нет, конечно нет. Я буду продолжать выступать только в какой-то другой форме своей. Хочу, чтобы был праздник, чтобы была радость, чтобы было больше счастья. Чтобы каждую работу можно было показать детям. Вы сказали так, что хочу, чтобы каждую мою работу можно было показать детям. И это обычно выносят в биг лид, это называется. Большой титр такой. Это правда важно. Биг титр. Последний клоун, когда вы представляли эту работу. А это было как раз, получается, год назад или... Полгода назад. Вы говорили, что уровень жертвенности на сцене должен быть гораздо выше, чем был до этого. Потому что публика изменилась, публика... Ну, вы говорили там о Бердяеве, о Селлинджере, что, дескать, они, возможно, не читали ничего, и Борхеса не знают. И вы, да, и артист на сцене должен взрываться полностью. Может быть, теперь это следствие той вашей работы, что вы не хотите... Этот пазл, который у меня болтается в голове внутри, он очень сложный. Мне до конца жизни будет не собрать. Потому что, да, с одной стороны, нужно сгорать на сцене полностью, чтобы люди шли из зала изменённые, а не просто осмотрел, посмотрел, пошли кушать и пошли спать. С другой стороны, зачем столько напряжения? Ведь можно добиться результата очень тонкими вещами. Или почему? Может быть, люди сейчас настолько стали... Настолько быстро соображают и забывают из-за интернета, из-за количества информации. Просто летит всё и вылетает тут же. В одну уху вышло, в другое вошло. Может быть, нужно всё это остановить, успокоить. То есть я сейчас нахожусь в каком-то моменте решения. Зачем вообще сейчас нужен театр в том виде, в каком у меня есть? Вот сцена, на сцене актёр что-то делает для вас, какой-то месседж. Я даже в зале что-то потребляю. Я не хочу искать новую форму сети Квестов, сети Бродилок, ходилок, эти иммерсивные театры, эти ужастики, все эти Каменного века уже всё это проходили. Хочу вернуться к вот этой обычной форме, где я на сцене говорю телом, словом, песней, энергетикой. Но хочу это сделать, найти язык сегодняшнего дня. Я перестал понимать, что происходит сейчас с людьми. С моими друзьями, знакомыми, там крыши съезжают, куча неадеквата. Я не жалуюсь, я не бормотание вечернее, дедушки на всякие там... Ворчание. Нет-нет, я просто, это факт, что с театром стало нехорошо. А я там на этом потратил очень много лет, хочу разобраться, а что, что происходит? Актёры пустыли, публика, в чём, где ответ? Почему так неинтересно стало? Я ведь хожу в театр, это моя профессия, что-то смотрю, но мне неинтересно. Я предсказываю всё, что будет через одну секунду. Я вижу, предсказываются актёры, движения. Я вижу месяч, который я понимаю, послание, уже всё понятно. Я вижу мораль с начала спектакля. Вот я не хочу менять профессию, я просто хочу наискать новые ответы. Может быть, это мудрость? Может, потому что дети, они меня учатся на другим вещам. Есть беззащитная категория людей, старики и дети. Вот эта категория, она меня сейчас беспокоит больше всего. Некому заступиться за всех, кто уже еле ходит, и некому научить тех, кто ещё начинает жить. Ведь я понимаю, чему сейчас могут научить. Я вижу, какие школы, я вижу проблемы наркотиков, я вижу, что происходит на улицах. Лексикон, интернет, все эти порнушки, это же, это большие вопросы для меня. Я так как бы сложился более-менее. У меня сейчас уже ничем не пробьёшь. А 10, 7, 6, 5 лет. В какой мир-то мы их втыкаем сейчас? Вот поэтому вы хотите, чтобы все ваши работы могли, можно было показать детям? Да, я хочу из себя узнать эту куклу, которая всегда интересовала людей и волновала публику больше, чем всё остальное. Хочу сказать, что есть более простые человеческие вещи, и они не менее ценные, чем... Там все эти событийности, костюмы, там маски, глаза, линзы, бешенство, всё это. О, класс, вот там вот Антон там вчера вставил там всем. Вот хочется сейчас это... Выдохнуть. Поприжать, да. Давайте мы с вами тоже на секунду буквально прервёмся. И вы посмотрите рекламу на телеканале 78, а после мы продолжим разговор с Антоном Досинским. Далее в программе. Писать стихи должен быть задачей в школе. Это должно быть не стыдно, а наоборот. Всё должно быть поэтами. Гость в студии – создатель легендарного театра «Дерево» Антон Досинский. Современные художники о цифровом мире. Выставка «Другие берега» в центральном выставочном зале «Манеж». Презентация нового альбома группы «Текила Джаз». Наступила пора, чтобы записать новое. Но перед этим нужно вспомнить, что было в прошлом. Что в кино? Мэри Шелли и её роман «Франкенштейн» в фильме «Красавица для чудовища». Идеальное общество будущего и преступный мир новой эры в картине «Анон». История детства художника, писателя и режиссёра Ризо Габриадзе, срежиссированная его сыном. Мама, знаешь, где я был? Музыкальный гость – один из самых неординарных и талантливых российских джазовых барабанщиков Саша Машин. Наш разговор с Антоном Досинским продолжается. Мы поговорили только что о премьерах, которые возжут на следующей неделе в театре. Но есть ещё одна история, в которой Антон Досинский разговаривает много. Сначала это был Антон Досинский и Positive Band, когда вы вернулись на сцену, а после вы вернулись и в ансамбль «Авиа», который гремел в нашей стране во времена рок-клуба. Мы, когда впервые увиделись с Антоном Досинским вот в этой ипостаси Антона Пающего и Антона Говорящего, это был как раз Positive Band, какой-то 2008, может быть, год или 2007. Вы только-только восстановили эту историю. И вы сказали о том, что мне надоело молчать, вот я теперь хочу снова петь и снова говорить. Как теперь вы совмещаете два эти состояния, когда вы снова петь? Более того, я ещё хочу писать. Я написал книжку рассказов «Ракушка». Я сейчас по этим рассказам эти тексты втыкаю в спектакль, продолжаю писать музыку для спектаклей, для своего фильма, пишу стихи. Потому что после работы в Москве, после спектакля «Век волкодав» Шилпан Хаматова, после работы с Мандельштамом, я настолько опять включился, что воткнулся в великую поэзию этого человека, Осипа Мандельштама, что хочу, чтобы это вернулось, чтобы люди понимали, что есть великие совершенно слова, есть огромный у нас пласт культуры, 30-е, 20-е годы, который нужно изучать, по крупицам собирать, опять заставлять людей учиться наизусть, потому что это самая великая терапия, когда ты можешь коснуться поэзии. Писать стихи должны быть задачей в школе, это должно быть не стыдно, а наоборот, все должны быть поэтами. Может быть, даже больше, чем физики и математики, поэтами. Поэтому я вернулся на сцену, хочу петь, хочу, чтобы это были доходчивые, понятные, красивые слова про любовь, про романтику, про диваны, про котов, про счастье, про закат и рассвет, про очень простые вещи. Да там есть и слова непростые. Например, в Positive Band я помню, что вы пели, у вас были песни на стихи Арсения Тарковского. И это не самые простые стихи, не самые простые слова, конечно. Но Positive Band-то будет продолжать свое существование, или все-таки теперь только Авиа у вас есть? Нет, 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 мы с Колей Гусевым сотрудничаем, это Positive Band может быть из двух людей, я и Тимофеев, я и Николай Гусев, я и Витя Вырович, это может быть акустический концерт, домашний. Я хочу найти просто форму представления, чтобы это не было, просто блюз на сцене, все закопались на самую гитару, что-то сделать, можно найти способ говорить, читать свои тексты, сделать какой-то мини-спектакль, и чтобы эти песни были включены в какую-то судьбу человеческую. И хочу назвать героя Марик, это будет история Марика, у которого повышенная острота слуха, он слышит 25 тысяч, 30 тысяч, у него растет эта обостренность слуха, и поэтому ему трудно жить. Он слышит мышей, котов, слышит писки и продолжает писать музыку. Вот это будет история Марика, это будет такой спектакль. Я не очень запутал уже всех, по-моему, товарищей зрителей. Мы пытаемся, мы разберемся, мы пересмотрим, Антон, если что, мы отмотаем и внимательно посмотрим еще раз. И поменьше. А Вия выступала на 35-летие рок-клуба на Дворцовой площади. Это было, да. И вот как вам? Это получается самый большой выход А Вия с тех времен, когда А Вия играла в рок-клубе по-настоящему? Это было страшно, потому что то, что было как бы сатирой и каким-то, извиняюсь, возражением с Тибаумом в те годы, подколом, да, в эти дни это прозвучало более чем актуально, убойно совершенно по смыслу, страшно по форме. Это как будто сделано было вчера, это настолько точно и опасно было сделано. Мне очень понравилось. Это было сильнее, чем многие годы назад. И люди, когда все это видели, эти пиджаки, галстуки, хождение маршем, и когда все это сложилось, вся политика вокруг, и все эти странные события, окружающую культуру сейчас, и театры, и концерты, вдруг это все сфокусировалось на вот этих безумных женщинах, марширующих, это стало очень сильно. Это было очень сильно, когда вы вернулись. Первый концерт возвращения Авиа на сцене клуба «Космонавт», кажется, это происходило. У вас был первый концерт, когда, а я, конечно, в силу того, что родился поздновато, Авиа не видел в те годы и пришел сейчас уже, совершенно незамутненным взглядом, ну, что-то я там знал по рассказам, и меня абсолютно это, абсолютно поразило все, что я видел на сцене, потому что ощущение, что вы это действительно сделали вчера. Да, и когда молодые поют, там, внизу стоят в портрере и орут, там, я не люблю тебя, откуда они слова знают? Все эти присказки наши, эти шутки, эти четверостищи между песнями, они вместе с нами их читали. Как-то замкнулся это синусоиды. Нас ждет концерт Авиа, да, в ближайшее время? 31-го числа в Авроре и 7-го июля в Москве на Большом фестивале. 31-го мая, в Авроре, да. Еще мастер-класс у меня будет, буду опять вернуться к обучению, хочу учить молодых танцев, физическому театру, что-то передавать какие-то знания свои, это будет в студии Дианы Вишневой. Я хочу школу, я хочу, не хочу курс вести ни в какой академии, вы с ними так не договорились, потому что это отдельная для меня история, я хочу, пока еще ноги ходят, надо ездить. Но, извините, что я вас перебиваю, но, как я понимаю, в Дрездене-то у вас есть школа, к вам же приезжают люди. Хочу в Россию, потому что здесь славянское дадаизм, этот внутренний, он мне ближе. Мне здесь интересно учиться, здесь больше меня понимают, больше отдачи. Я могу и там, и там, и там, конечно, это может быть школа международная, сейчас мы говорим все в Кабелем, говорим с Тель-Авивом, говорим с Дрезденом, хочу продолжать, чтобы кто-то наступал мне на пятки, мои же ученики. Ну, это непростой путь. Да, пятки меня быстрые. Пятки-то болят же ведь потом, если на них наступают, если найдется человек, который все-таки сможет это сделать. Картина в Маяковске, которая сейчас вышла на экраны, она идет, премьера официально была в прошлом году, но это было на фестивале «Территория», и вот, наверное, будет прокат. Вы там исполняете роль Мейерхольда. Да. Как вам быть Мейерхольдом? Даже грим не потребовалось, я одел парик, все стали смеяться просто, чтобы в профиле было понятно, что это я и есть. Саша Шейн, вообще, будем говорить о сумасшедшем, сколько лет он сделал этот проект, я не знаю, я застал уже какой-то момент, когда он уже приглашал на роль Маяковского женщину итальянскую, которая считает себя реконацией Маяковского, когда мы решили, что Маяковский фильм... Она серьезно это верит? Эта женщина действительно в это верит? Да, 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 она выучила русский язык, поэтому. Я застал процесс очень сложный с ним, и как режиссер, он вырос просто, пока снимал фильм на 100 метров наверх, но он решил, что фильм, как фильм, он не нужен. Это будет часть жизни его, часть жизни людей, часть жизни Маяковского, это будет замок, особняк, загруженный тысячей объектами, оригинальными, может быть, даже из музеев, где будет все про Маяковского, про Тимура Новикова, про Африку, про Курехина, про меня. И это будут люди ходить час, щупать, слушать рассказы, странные записи, будут очень странные экскурсоводы вокруг, и потом пойдут на фильмы. Это будет часть спектакля. И это происходит сейчас каждый день в особняке Голубкиной в Москве. И сейчас приедет в Питер с этим показом, но не хочет, как фильм-то показывать, просто как в кино и все. Это не кино для него, это его часть жизни, десятилетний труд, должен быть, как институт сейчас работать. Это уже больше мархаус, и это очень круто. Это же получается то, о чем мы говорили в прошлой части, что это иммерсивное кино, или что? Не могу объяснить. Я вхожу в этот особняк, вижу эти вещи, документы, записки, ручки, книжки, сидящих людей, изучающих всю эту историю. Понимаю, что я нахожусь в каком-то, в ДНК русской культуры. Нахожусь в центре того, что нужно обязательно сохранять. Сохранить, не потерять ни одного слова этого, соединить любовь в одном месте, и тогда все по-другому зазвучит. 20-го числа в Англии, мы сможем это увидеть. Да, я дам буду представлять, немножко расскажу, как все это сделалось, это безумие. Хорошо. Таким образом, вот какой у нас с вами, друзья, план на ближайшее время. На следующей неделе премьера спектакля «Среди меня» Антона Досинского здесь, в Петербурге. Затем мы можем увидеть картину в Маяковске. 20-го, да. 20-го. И затем в 31-го Авиа выступает тоже в Петербурге. Вот такой план. Так что смотрите, мы вам все рассказали, пожалуйста, сделайте выводы. Антон Досинский был у нас в гостях. Антон, спасибо большое. Спасибо, всех обнимаю. Спасибо.